С того дня, как разработчики из немецкой студии Crytek впервые продемонстрировали публике графические возможности Crysis, геймеры чуть ли не молились на этот шутер. Проекту заочно было присвоено звание «Лучшая компьютерная игра» 2007 года. Выход демо-версии разделил людей на два лагеря. Одни в полном восторге, другие же приуныли. Что любопытно, их всех можно понять. Недовольные бурчат по поводу высоких системных требований Crysis. На максимальных настройках игра тормозит даже на топовых компьютерах. Кроме того, пессимистов насторожило явное сходство нового шутера с Far Cry трехлетней давности. Они, видимо, надеялись на нечто куда более впечатляющее. Оптимисты же восхищаются изумительной картинкой Crysis, стайками рыб в воде, черепашками на берегу и колышущимися листиками на деревьях. Но больше всего публику зацепили джунгли. Разработчики не врали. Пальмы действительно можно косить автоматными очередями. Причем скол по дереву пойдет именно в том месте, куда попали пули. Уровень, показанный в демо-версии, мы видели уже тысячу раз на разных выставках электронных достижений. Американские солдаты будущего в нано-костюмах исследуют тропический остров, желая выяснить, что же северные корейцы прячут в джунглях. Мы надеялись, что нам позволят повоевать с инопланетянами, но этого не случилось. Видимо, Crytek не желает открывать все тайные игры сразу и приберегла для нас несколько сюрпризов. Однако уничтожать корейских бойцов не так уж и весело. Они не могут оказать достойное сопротивление тебе, облаченному в суперкостюм. Можно включить невидимость, занять хорошую позицию и расстрелять врагов чуть ли не в упор. Если же сложно подобраться незаметно, воспользуйся суперсилой и скачи по скалам, будто Халк из комикса. А потом спрыгни прямо на головы корейских солдат и раскидай их по сторонам стопудовыми кулаками. Нет, правда, создается впечатление, что ты не играешь, а жульничаешь. Впрочем, возможно, разработчики просто дали нам возможность размяться, и инопланетяне окажутся по-настоящему крепкими орешками. Ну а в остальном Crysis действительно старый добрый Far Cry. И это хорошо, потому что играя, чувствуешь себя абсолютно свободным в решениях. Бегай, езди, плавай, делай все, что посчитаешь нужным для выполнения цели. Поверьте нам, Crysis не лишен недостатков, но он просто обречен стать великой игрой.